Аллилуйя! Мы говорим, мы хотим, мы желаем это, но что-то получается не так. Нам нужно просто усердие в этом деле, чтобы мы приняли решение, чтобы каждый из нас на самом деле открытое, правильное, истинное письмо от Бога для этого мира. Знаете, когда мы говорим слово, Бог работает сердцами этих людей, это стопроцентно. Я не знаю, что этот момент мы чувствуем или не чувствуем, но я скажу вам, Бог не стоит за нашими чувствами, Он стоит за Своим Словом. Аллилуйя, да. Знаете, не хотелось свидетельствовать, но, конечно, отпусти хлеб твой по водам, правильно. Я вчера была на почте, почта России, а там девчонка работает, хотела посылочку отправить. И смотрю на него, она смотрит на меня, начинает смотреть на меня, говорит, ты знаешь, как я хотела, чтобы ты пришла здесь. И начинает плакать, а там очередь стоит. А я знаю, что это такое, я говорю, зови к Богу. Она говорит, ты знаешь, я потеряла мою веру к Богу. Столько у меня жизни, вот это, вот это. Люди стоят, стоят они. Другой раз, если было бы, они начали бы кричать или что-то. И она начала сильно плакать, вот так, закрыла рукой, лицо и плакала. Я знаю, что это Дух Святой. Я сказала, ты знаешь, тебе нужно открывать твое сердце. Тебе нужно Иисусу говорить, да. Вы знаете, да, когда я говорю, я не шушукаю. И там, на улице не получается у меня так медленно или так тихо говорить, да. И она начала плакать. Она взяла мой телефонный номер. Я сказала, я на самом деле буду молиться за тебя. Буду молиться, я хочу приглашать тебя ко мне домой. Я не сказала церковь, я сказала, ко мне домой. Ты придешь? Она кивала головой, да. Я говорю, возьми мой телефонный номер. Любой момент, звони меня. Я знаю, кто это. Это обращение к Богу, к тебе. Это не то, что мы симпатизируем друг друга. Пошла в другой магазин, тот же самый день. Хочу это, это, это смотреть. И продавщица говорит, ты позитивный человек, ты знаешь. Я говорю, нет, я божий человек, кроме того, что я позитивнее. И начинаю слово говорить. Знаете, слово действует. Она уже вот эти вещи, то, что хотел мне показать, вот так стояла и говорит, да. И правильно говорить. И в ее глазах появились слезы. Я говорю, Господь, ты знаешь, я знаю, что это твое слово. Мы обоюдоостры. Я знаю, что это не моя практика. Это не я. Абсолютно. Я знаю, что эти люди именно нуждались тебе. Потом пришли после этого два человека ко мне домой. Они не верующие. Они хотят только-только пожениться. Они пришли. Я начинаю говорить слово Божие. Они стоят вот так и говорят, да, мы тоже идем в церковь, свечку ставим. Я говорю, да. Это значит, что вы ищете Бога. Это значит, что что-то есть в вас, что вы зовете к Богу. Примите Иисуса Христа. Он будет идти впереди вас. Никакой человек это не может делать. Никакое существо это не может делать. Я постоянно моему сыну говорю, Моисей, знай, без Иисуса ничего не будет в твоей жизни. Человеческий ничего не будет действовать. Если Иисус хочет, это будет. Если не хочет, это не будет. Полностью уповайте на Иисуса Христа. Потому что на самом деле Он истинный Бог. Он очень реальный. Он не такой реальный, как наш ум понимает. Он реальный Бог. Он реальный. Он знает все о тебе, обо мне. Нету ничего, ни грамма, ни миллиметра, что Он не знал о тебе. Поэтому Бог хочет сегодня, чтобы мы искренне были. Искренне, быть искренним, это не так трудно, знаете. Это не трудно, быть искренним перед Богом. Это опять-таки наш разум мешает нас. Очень трудно. Всякие ритуали надо делать, чтобы быть искренним. Нет. Искренность – это наше согласие. Искренность – это истинно поклоняться Богу. Искренность – это ты сам, что ты Богу говоришь, да, хочу. Не моя, а твоя. Искренность. Бог это хочет. И знаете, что интересно? Бог ищет. Бог ищет. Нету такое, знаете, выражение, что сказать, Он ничего не ищет. Он, Бог, ни в чем не нуждается. Он нуждается тоже. Нуждается в тебе. Нуждается в твоей искренности. Нуждается в твоей смирении. И у Бога тоже есть нужды. Это ты. Это твоя жизнь. Потому что Он не безразличен для тебя и для меня. Аминь. Пусть будет такому Богу слава во веки веков. Знаете, мало что мы устами говорим слава тебе. Слава будет настоящей тогда, когда наша жизнь будет славить Его. Когда наша любовь будет славить Богу. Не религиозность, а сердце. Это будет искреннее, истинное поклонение перед нашим Творцом. Аминь. Аллилуйя. Я знаю, что вы любите Бога. Знаю. Тысячи процентов, что каждый любит Бога. Но мы должны еще и понимать Его. Понимать Его Духу. Мы должны понимать то, что Он хочет глубоко делать в нашей жизни. И я скажу тебе, это опять нетрудно. Просто надо искать Богу всем сердцем. И Слово Божие говорит, что ищущий стопроцентно найдет. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Я благоставляю вас обновлением Духа Святого. Пусть Дух Святой вас сегодня обновит. Обновит ваше мышление. Обновит ваш разум. Обновит ваше сердце и Дух. Пусть Он на самом деле будет приближен к вам с Отцом. Потому что это Он делает. Знаете, когда мы молимся, когда мои молитвы постоянно так. Дух Святой, дай мне молитву Отцу. Дух Святой, благослови меня. Открой мои уши. Открывай мои глаза. Я не вижу, не слышу, не понимаю. Но ты это все имеешь. Знаешь, это и есть близость с Богом. Это и есть то, что нуждаешься Его Духу. Это и есть, когда Он открывает великое, недоступное для тебя и для меня. Он это есть. Аминь. Аллилуйя. И да будет твое обновление с Богом. И пусть, знаешь, у тебя будет одна жизнь. Жизнь во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Есть человек, который сегодня хочет в этом простоте покаяться, сердце отдать живому Богу. Если есть, подними твои руки. Хотя я не вижу новых людей. Но слава Богу, но Бог видит тебя. Аллилуйя, Иисус дорогой. Давайте будем молиться такой молитвой, что, Господь, я хочу быть для тебя сосудом чести, чтобы говорить людей о Христе. Давайте, давайте молимся. Эта молитва будет действовать. Если ты будешь верить сейчас этому, оно будет действовать в твоей жизни. Аминь. Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя твоего Сына Иисуса Христа. Я прошу тебе, благослови меня. Открывай мое сердце, чтобы я для тебя была сосудом чести, сосудом Евангелия во имя Иисуса Христа. Сосудом спасения во имя Иисуса Христа. Благослови меня. Веди меня. Я хочу служить тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сосудом спасения во имя Иисуса Христа. 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 Сосудом спасения во имя Иисуса Христа.